Которые нас, собственно, сегодня здесь и собрали. По пресловутому делу Кира Флеса был еще один обвиняемый, есть, собственно, еще один обвиняемый, кроме Навального, также получивший 4 года, также на следующий день выпущенный, как мы полагаем от того, что мы так здорово здесь вступились. А может быть, это было и по какой-то другой причине, но, как известно, этот приговор остается в силе и будет еще пересматриваться судом следующей инстанции. В общем, я зову на эту сцену Петра Офицерова. Вот только я не знаю... Нет, один этот микрофон действует. Петр, вот чтобы плечей не толкать, а так... А вот, Али, второй микрофон, да. В режиме разговора, ну вот про Алексея с этим делом все понятно. Он сам себе, вот что называется, наскрепных ребёнок. А вы-то зачем? Вот почему вы-то не отступились от этого всего? Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Мы все равно не поверили и не поняли. Есть вещи, через которые нельзя переступать. И когда мы один раз прогибаемся перед теми, кто в разы слабее нас, то придется отступать всю жизнь. Поэтому лучше один раз выдержать удар, зато потом иметь право стоять на том месте, на котором я встал. А иначе не получится. Молодец! Ну, понимаете, у Алексея детей двое, что тоже немало по нынешним временам. Вот. А вы вообще многодетный отец. Даже это просто какая-то астрономическая цифра. Да немного ещё. Да нет. А, ещё? Всё ещё немного? А вот. Ну, я понимаю, за себя решать такие вещи. Вот я выступлю, выстою, я вот останусь, я мужик, меня четыре года не сломит, ежели что. А им вот каково? Детям, конечно, лучше, когда я буду рядом, пока они маленькие. Но когда они вырастут, то потом мне будет тяжело, им будет ещё хуже. Потому что лучше иметь отца, который, ну, отец, чем рядом человека, который мужского пола, но уже не мужчина. Со мной дочка всё время ходит, она тут тоже сейчас рядом. И дети, они меня сейчас поддерживают. Вот, кстати, от маленьких до больших. Ну и последнее тогда. А на что вы надеетесь? В смысле? Ну вот как. Вы же уверены почему-то, что вот вы выстоите, что пересмотрят переговор, что это последнее испытание, что вот заставляет вас верить в то, что всё в конце концов получится? Знаете, уже не имеет значения, пасает меня или не пасает. Прошу всех посмотреть назад и увидеть это море зонтов, которое в трёхдневный дождь всё равно на этой площади. Вот именно на это я и надеюсь. Потому что сегодня уже многие люди для себя решили, что нельзя отступать. Сегодня в мэрии, в мэрии, в Кремле сидят и думают, думают, извиваясь, как натянуть, блин, этот результат. Но фигня в том, что они уже, наверное, просчитались. И некоторые из них самые умные, а может уже и все, давно поняли, что самый результат, самый главный уже случился. Потому что уже наступила, пошла та волна, которую не остановить никому. Ни Путину, ни Шабянину, ни МГИКу, никому. Да, даже суда мне остановить. Потому что эта волна началась в душе каждого и будет идти до тех пор, пока не достигнет того берега, который ей нужен. Поэтому вот на эту волну я и надеюсь. На каждого из этих людей и тех, которые по всем городам. Спасибо большое. Вам спасибо. А я всегда спросил у Надежды. Вот всё-таки Надежда нас обитает. Всем спасибо. Спасибо. Удачи. Продолжаем программу и следующий Захар Майк. Выиграть первую долю? Нам нужно полтора миллиона человек. Отдать или сюда? Я говорю об этом на каждой встрече в Москве.